Бойся Бога и следуй за Ним. Книга Второзакония, 31 глава, с 9 по 18 стих. И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левииным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моисей, и сказал. По прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник кущи, когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа, Бога Твоего, На место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев Твоих, которые будут в жилищах Твоих, Чтоб они слушали и учились, и чтобы боялись Господа, Бога Вашего, И старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа, Бога Вашего, во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. И сказал Господь Моисею, Вот дни Твои приблизились к смерти. Призови Иисуса, и станьте у скинии собрания, и я дам ему наставление. И пришел Моисей и Иисус, и стали у скинии собрания. И явился Господь в скинии в столпе облачном, и стал столб облачный у входа скинии. И сказал Господь Моисею, Вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лице мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он в тот день, Не потому ли постигли меня сие бедствия, что нет Бога моего среди меня? И я сокрою лице мое от него в тот день за все беззакония его, которое он сделает, обратившись к иным богам. Размышления, часть 1 Всенародное чтение Книга Второзакония, 31 глава, с 9 по 13 стих Моисей заповедует израильтянам, чтобы они все вместе читали Божий закон. Люди из всех слоев общества должны собираться и слушать слова закона, который будет читаться перед ними слух. Нужно поощрять чтение Писания в собрании верующих. Конечно, надо регулярно читать Библию и лично, и в малых группах, но указание Моисея напоминает о том, что мы один народ. Члены тела Христова должны собираться не только для общения, поклонения, молитвы и проповеди, но и для того, чтобы просто послушать Божие Слово, читаемое слух. Подобная практика поможет нам бояться Бога и тщательно исполнять Его слова как на личном уровне, так и на уровне общин. Как вы можете побудить вашу церковную общину публично читать Писание, чем чтение Божие Слово вместе с другими верующими отличается от самостоятельного чтения? Размышления, часть 2 Бог верен Книга Второзакония, 31 глава, с 14 по 18 стих Бог говорит Моисею, что Израиль нарушит его завет, и за это он накажет народ бедствиями и скорбями. Тому нелегко это слышать, ведь он положил большую часть жизни на то, чтобы привести народ в землю процветания и благословения. Но несмотря на то, что будущее рисуется столь мрачными красками, Бог в благ и верен своими обещаниями. Народ постигнет его гнев за непокорство, и он пошлет на них обещанные бедствия, но при этом никогда не перестает их любить, как бы они от него не отдалялись. Бог знает и все наши промахи, прошлые, настоящие и будущие. Тем не менее, все равно нас любят. Он может нас наказать, но всегда будет верен, даже если мы неверны. Как вам удается совместить Божий суд и его любовь? Случалось ли вам видеть, как Божья любовь выражается в наказании? Как это было? Молитва. Небесный Отец, спасибо, что ты верен мне. Бесчетное число раз я подвожу тебя, но твоя любовь ко мне не перестает. Спасибо за братья и стерц церкви, помоги мне через них видеть твою верность. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует...